Ну что, привет, мои обожаемые писюхи! С вами снова я, Квасин. Добро пожаловать на мой YouTube-анал. Сегодня я с вами хочу поговорить на тему ароматы до потери пульва. Ароматы до потери пульвика. Классная, да? Вот эта вот аналогия, или как там это называется? Метавра. Есть ароматы до потери пульса, а у нас ароматы до потери пульва. Хорошая тема, да? Пойдя опять эти парфблогеры ее попиздят. Вот, но если пиздят, говорите всем, что это я. Вот. И мы, короче, тут с поросенком, с малышкой, с моей поганочкой сутулой. Будем вам снимать это видео. Девочки, я после опиролевой тусовки предупреждаю сразу, у меня отходосы. У меня тут минералка. Вот. Я, короче, это... В меня кусок не лезет с этой жарой. Я, короче, это... Пристрастился к опиролям. Даже вот это... По дороге уже с этой... С кафешки уже купил себе два брюта. Хотя там надо с просека мешать. Но я, короче, купил два брюта и опироль. Литр. Поняли? Сейчас, короче, это... Один видос сниму, уже нацежу еще коктейльчик. Второй видос сниму, еще нацежу коктейльчик. Ну и пошли-поехали. Поняли? А я сейчас, знаете, вот у меня у одного бессонницы или нет? Мне кажется, я так скоро сопьюсь. Я могу теперь заснуть только на бухую голову. Что делать? Не знаю. Вообще не спится. Вообще. Вот. Ну, короче, все, девочки. У нас тема «Любовь до потери пульва». Мои любимые ароматы, которые я люблю уже долгое время. Вы даже охереете, потому что при моем огромном выборе... Ну, у меня линейками просто нишевыми ароматы представлены. Я люблю 5-6 таких вот прям люксовых даже. Таких вот неказистых экземпляров, которые особо ценности не представляют. Вот поэтому давайте начинать. Подписывайтесь на YouTube, на Telegram, на парфюмерную ссылку, где вы узнаете о парфюмерии все и даже больше. Смотрите мои фоточки. Моменты из моей суперскучной жизни. Мы там шутим шутки про говно. Ну и нас там уже 15 тысяч парфюманьяков и бьюти увлеченных. Там ароматы дня, все такое. Поэтому не будьте там этими зазнобами у себя в норе херли сидеть. Дети, подписывайтесь. Вот для особенных моих фанатов есть бустер, где выходят ранние доступы видео. Потому что эти видео, которые я сейчас записываю, они выйдут только через две недели. Но бустерши их сегодня уже посмотрят. Потому что я сразу уже их заливаю. И они зырят, глаза не пузырят. Ну это прям такая платформа для фанатов. Потом выходят там влоги, вот показывают, что делаю, эксклюзивные видео. Там о похудении психологически какие-то размышлял. Поэтому фанаты, если такие имеются, присмотритесь. Фанатов уже, кстати, 70, представляете. Я вообще в шоке. Вот. Что это вообще? Хотя, знаете, начинал вот над бустер ебашить. Где-то месяц назад я такой думаю, господи, ну там соберем 20 человек. И дай бог. А их уже 70, представляете, платных подписчиков. Вот. Потом это. Всю подборку эту вы найдете на рандевухе. 10% скидку пользуетесь. Вот. Берите мой аромабоксик. Ну это все знают. Поэтому берем мазни, не ебем, девчонки. И еще одно. Вы молодцы. Хотя я вас хотел переебать на самом деле. Вы говорили, что записка у тебя в видео. Я думаю, вы охуели там вообще. А реально у меня пищит лампа. У меня вот тут вот лампа. Вот видите, в очке отражается. Софтбокс. А там LED лампа. И она, короче, очень сильно ебет мозги. Она может пищать. Поэтому говорите, сейчас пищит или нет. Я там подкрутил подкрутку. Такое у меня новое роскошное кольцо бриллиантовое. Ну это в телеге уже все видели близко. В видосе про украшения покажу. Сегодня, завтра, может быть, запишу. И через недели 2-3 уже на ютубе выйдет. А на бусте сегодня. Итак, девочки. Любовь до потери пуль вам. Вот, девочки. А пероль прям не туда пошел. Первый аромат, который я вам часто очень говорю. И еще вам расскажу. Вообще все эти ароматы вы знаете. Но вы эту тему любите. Про любимые ароматы блогеров. Поэтому я вам решил еще раз рассказать. Это Ле Аля Роуз Францис Кюрджан. Вот я вам еще раз скажу. И буду повторяться. Что просто Аля Роуз. Хуя там. А Ле Аля Роуз. Это шедевр, девочки. Запомнили? Ле Аля Роуз. Вот мы говорим про версию Ле Аля Роуз. Боже. Девочки. Ну это просто наироскошнейшая. На иакварельнейшая. На и небабкинейшая роза. Она такая нежная. Вот роса на лепестках роз. Я очень много девок на нее подсадил. Они все ликуют. Трут сосочки на нее. В невообразимом таком вот кутеже. Сладострастия. Натирают свою брюкову. Нюхая этот аромат. Он роскошный, нежнейший. Акварельный, весенний и летний. Он у меня вообще был такой аромат для свиданий. Вот одно время. Я его прям обожаю. Тут вот на обратной стороне нарисована такая вот розочка. Вот. И собственно аромат похож. Он такой вот нежный. Весь на полутонах. То есть это вам не такая бабкинская роза. В рот ногой пиздой нарыла. Это очень нежно. Легко. На полутонах. Без бабки совершенно. Поняли? Обожаю ее. Ни на что не променяю. Это прям ван лав. Моя самая любимая роза в парфюмере. Поняли? Вот рили. Прям самая любимая. Дальше моя парфюмерная яшечка. Конечно, это Нуар де Нуар. Томфорд. Я его, кстати, недавно носил. И полюбил ее с новой силой. Я, кстати, очень редко ношу свои парфюмерные я. Вот. Ну, иногда случается. Нуар де Нуар. Боже. Ну, это просто трюфельная. Сладкая. С розой. Почулями. Роскошесто. Очень роскошный аромат. Знаете, он такой бархатный. Тягучий. На таком платое с почули. И такой какой-то красивый нуарный затхлости. Лежит такая черная бархатная роза. Очень мрачный аромат. Густой. Гиперстойкий. Очень шлейфовый. Действительно нуарный. Такой вот готический аромат. Знаете, для такой вот готессы. Для готессы педессы. Вот аромат такой, знаете, таинственный максимально, знаете, для таких расследований. Знаете, есть такие французские вот эти вот детективы, где толстый дядька и какая-то красивая девушка. И они, короче, вместе объединяются и расследуют страшные преступления. Вот это аромат для таких вот французских детективов. Прямо один в один. Даже не французских, а норвежских. Там вот эти вот все холодные елки зимой. Обычно там всех это ебашит. И они вот расследуют. Такой вот аромат. Очень красивый, благородный. Аромат для такой белой кости, девочки. Очень редко его ношу, но обожаю. Просто до тряски в руках. Вот. Мой самый любимый из всей этой коллекции. Потом. Моя просто обожалова. Это Рожа 51. Это покупка номер один. Вот если вся моя коллекция пропадет. Потому что Рожа 51 это аромат на все случаи жизни. Абсолютно. Он великолепно собран. Он великолепен по техническим характеристикам. Я его ношу летом и зимой. Зимой он у меня до сих пор. Шуба пахнет. Этой Рожой 51. То есть тут стойкость просто невероятная. Летом он тоже очень красив подстраивается и не орет. А зимой это такое просто блаженство. Очень грамотное у Рожи сочетание вот этих вот нот. Тут бело-цветочья, фруктовые ноты. Это все на такой вот амбровой легкой. Амброво такой вот древесной базе. Аромат скорее бело-цветочек. Тут и жасмин. И лилия. И капелька туберозы. И бергамот вначале. И лимон. И нероли. Тут просто гигантская пирамида. И все так собрано. Все звучит одним аккордом. Очень элегантно. Статно. Сдержанно. И на все случаи жизни. Вот нету такого случая, куда бы Рожа 51 не подошел. Поэтому это просто тоже вот покупка номер один, если вся моя коллекция пропадет. Нереально универсальный. Очень красивый. Нереально женственный. Вообще очень его люблю. Рожа 51. Прям ван лав. И похож по настроению. На Рожу 51. Тоже он появился у меня раньше. 51. Это уже второй аромат в моей коллекции. То есть второй раз я его повторяю. Это Dolce The One. Девочки. Самый обычный. Самый классический. Люксик. Такой, знаете. Люксятинка. Я его просто обожаю. Это, знаете. Это роскошнейшие пьяные персики. Оооо. Какое. Боже, девочки. Ну это просто богатство во флаконе. Это такие охуительные персики. Тоже мега гармоничные. Тут персики. Белые цветы. Тоже лиля. Капелька туберозы. Амброво-древесная база. Очень классно собраны. Очень гармоничный. Плотный. Яркий. Шлейфовый. Медовый аромат. Они похожи чем-то с рожой 51. Они похожи настроением. Потому что они оба роскошные. Они оба мега гармонично собраны. Я их просто обожаю. Вот эту Dolce Gabbana Zoua я ей своей преподше дарил. Потому что, ну это не важно. Прям хочется поделиться с кем-нибудь этой невероятной красотой. Это нереальная красота. Я с персиками. Это вот как поэма Ланком. Только вот с персиками. Нереально красивый. Волшебный. Купите его себе. Он недорого стоит. Ну люкс. Но эмоции через край. Хотя бы поймите. Вот если вам понравится. Тогда вы можете уже протаранивать дорожку к рожей 51. Которая там 50 тысяч стоит. Поняли? Если вам Dolce Zouan понравится. Очень. Очень красивый. Обожаю. Буду повторять. Вот тоже я им достаточно редко пользуюсь. Но люблю. Люблю. Обожаю. Ну с моей коллекцией сложно чем-то часто пользоваться. И дальше тоже люкс. Ну кольцо просто роскошь. Тоже люкс. Который я обожаю. Очень много комплиментов он у меня собирал. Это Лепеш Айзенберг. Лепеш Айзенберг. Тоже там 3 копеечки он стоит. Но... Ого! Вообще. У меня все подружки тоже его купили по моей наводке. Они, ну знаете, они такие спрашивают. Боже, чем от тебя пахнет? Чем ты так... Я спрашиваю, чем они такие? Чем-то таким роскошным, классным. В то же время непонятно чем, но очень красиво. Я им, короче, говорю. Скидываю ссылочку. Они сразу покупают. И у всех он заканчивается. Это нереальный какой-то мускус с сандалом. И непонятно хуй знает, что здесь намешано. Но я это называю мускус. Вот мускусный аромат, который пиздец как пахнет. Вот охуительно. Вот женственный мускус. Вот знаете, есть Нарцисса Родригес. Но я бы даже, знаете, я бы сравнил с Нарцисса Родригесом. Этот лепеш. С черным. Нарцисса Родригесом. Оде Туалит. Что-то в них есть похоже на этот в тысячу раз пизже. Он вот какой-то необъяснимый, женственный, мегасексуальный, мускусный с сандалом аромат. Вот знаете, вот цветов вроде здесь нет. Здесь какой-то вот мускус, сандалистость. И какая-то такая флёрная, почулиевая розочность. То есть, знаете, он вообще загадка века, этот аромат. Пирамиду я открывал там тысячу раз, нихуя не понял, ничего не услышал. Всё, что в пирамиде указано. Но это попробуйте. У меня тоже много кто из подписчиц его купил себе после моих обзоров в аромате дня. Кидаю, типа, вот Васиха купила. Ну, в телеге пишет, купила по твоей наводке. Вообще, я в шоке. Я спрошу, чем пахнет там. Мне говорят, вот хуй знаю чем, но мне пиздец нравится. Это вот загадка века, этот лепеш. Но я его просто обожаю. Вот закончится, буду обновлять. И все эти ароматы, они у меня должны быть в коллекции. Потому что это прям любимочки на века. И ещё забыл вам показать Хлоя Оде Туалет. Но сейчас я к ней немножко охладел, поэтому не буду показывать. Хотя Хлоя не Оде Туалет, а Оде Парфам. То же самое классическое. Я её тоже там раза три уже. Офлаканиваю. Вот. Такие вот мои ароматы. С любовью до потери пуль. Пишите ваши подобные фавориты. Чё вы тестили из моих. Обсудим. Ну, а с вами был Яков Васин. Подписывайтесь на телегу, на ютаб канал, на бусте. Хуюсти. Ссылочки все найдёте. Вот. Поэтому до новых встреч. Люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok